Я спал. Долго спал, но никак не мог забыть тот страшный сон. Они встали надо мной и принялись плакать. Маменька что-то тихонько щебетала, пытаясь завладать со слезами, а отец стоял молча, только губы поджимал и смотрел куда угодно, но только не на меня. Я не мог пошевелиться, будто оцепенел по прессонным параличе. Потом я вдруг увидел склонившихся надо мной мрачных мужчин. Они были в цилиндрах и фраках, таких черных, как на похоронах, ей-богу. О, какое было небо! То синее-синее ни единого облачка, то вспыхивало огнем закатного солнца, то вовсе темнело и являло нас от людей блестящей звездой. Странно, конечно, но лучше бы на него глядели, а не на меня, честное слово. И вдруг они подняли надо мной кусок доски. Тут же понял, что к чему. Они собирались меня замуровать в земле. Я изо всех сил пытался закричать, подвигать рукой, ногой, чем угодно, лишь бы они поняли, что я... не мертв. Однако мой рот даже не открылся. Тело лежало окоченелое. И так и не смогло пошевелиться, сколько бы я не прилагал усилий. Тем временем они уже опустили крышку и начали забивать гвозди. Звук молотков ударил мне по ушам так сильно, что, кажется, лопнули барабанные перепонки. С каждым гвоздем во мне крепела ужасная паника. Сердце бешено колотилось. Я потел и судорожно дышал. Они ничего не услышали. Эти люди продолжали бить своими молотками. И бить, и бить. Бить до такого, что я снова попытался закричать. Но мои губы даже не раскрылись. Потом я чувствовал, как меня несут. Как кладут землю. Как засыпают ею. Как читают молитву над моим не мертвым телом. Мне было очень и очень страшно. Так страшно, что я был готов даже продать душу сатане, лишь бы меня откопали и спасли. Мои губы были неподвижны. Но какое счастье, что это был всего лишь сон. Так я подумал, пробуждаясь. Однако только собирался сесть, как ударился о дерево. Потеряв ушибленное место, я посмотрел, обо что же мне удалось так приложиться лбом. Гроб. Я тут же, что есть мочи, закричал. Так сильно, что, наверное, меня было слышно даже в раю. Даже девятому кругу ада. Тогда же я в панике стал биться о крышку гроба абсолютно всем. Ногами, руками, головой, локтями. Я стучал кулаками и плача выкрикивал всего лишь одну фразу. Я жив! Я жив, я жив, я жив, спасите меня. Вот такие мысли крутились в моей голове, пока я кричал. У меня уже болело горло, но я не мог не продолжать орать, как у гориллы. Паника. Страх дикого животного. Даже нет. Их бурная и необыкновенная смесь поддерживала во мне этот порыв. Это необыкновенное желание жить. Тело было уже в синяках и кровопотёках. Горло болело так, что я мог только невнятно хрипеть. Но продолжал долбиться в крышку гроба и громко схлипывать от горьких слёз. Без того страшную панику нагнетало и то, что мне было тяжело дышать. Воздуха в гробу не хватало, а скоро он закончится совсем. Тогда я и... Тот меня чуть не вырвало. Я со слезами на глазах принялся с новой силой орать, орать и орать, чтобы хоть кто-нибудь на этой чёртовой земле меня услышал и спас. В глубине души я понимал, что никто не придёт мне на помощь. Тогда я в конец превратился в дикого запуганного животного. Кричал, захлёбываясь в собственных слезах и соплях. Бился кулаками и башмаками о крышку. Ударился о неё коленями и локтями. Я не мог признаться себе в том, что я никогда отсюда не уйду. Мне не проломить было крышку, над которой нависал ещё и широкий слой земли. Во мне по-настоящему горело желание жить. Каждый день просыпаться в собственной постели. Проводить выходные с семьёй. Работать и встречаться с коллегами. Ездить в походы, чтобы посмотреть на закат. Ходить босыми ногами по утренней траве. Бегать по пшеничному полю и во всё лицо улыбаться. Я очень хотел свою жизнь назад. Увы, как бы я ни хотел и ни просил, я не мог вернуться в наземный мир. Никогда. Мои силы потихоньку иссякали. Я больше не кричал, потому что воздуха было слишком мало. Лишь изредка ударился ладонью в гроб и пытался вытащить пальцами хоть один забитый гвоздь. Ясное дело, мои попытки были бесполезны. Жизнь ускользала от меня, как прекрасное видение от художника. Она скользила сквозь пальцы песком, медленно, но верно оставляя меня одного. Я очень не хотел её отпускать. Я начинал отключаться. Как бы ни противился, как бы ни хватался за гладкий гроб, я более был не в силах отягивать смерть. Уже видел её в чёрном плаще. С косой она размеры нашла, зная, что я всё равно никуда от неё не денусь. И всё же я предпринял последнюю мою попытку. «Я жив!» Закричал я ровно, как в первый раз. И мне опять показалось, что меня услышал даже рай, даже девятый круг ада, даже застрявший в айду Люцифер. Но меня не слышал ни один человек. Ни один чёртов человек. Ни один чёртов человек. Ни один чёртов... Ни один... Ни... Нейтан находился на кладбище, ожидая друзей. Он сидел рядом с одним из могильных камней и устало смотрел на полную такую яркую луну. Ему было немного страшно сидеть здесь одному, но он должен был пройти испытания, чтобы стать частью компании. Должен был. Вот как решил для себя мальчишка. Пока он сидел тут, ничего не происходило. В общем, стояла гулкая тишина. Её почти ничего не нарушало. Лишь иногда поднимался ветер и уносил с собой далеко-далеко кладбическую пыль. Птицы не пели, не гуляли пьяной компанией, не гнали машины. Так было даже спокойнее, прямо хотелось заснуть. Всё-таки надо было Нейтану захватить с собой подушку. И вдруг мальчишка услышал крик прямо из-под земли, нарушившись столь благословенную тишину. Протяжный, словно волчьи, полный боли и надежды зов. Это не мог быть ветер. Его вой всегда был быстрым, бесчувственным. А этот... Бота бы кричал человек. Но из-под земли. Мертвец. Нейтан чуть было не закричал. Закрыв противный рот руками, он пошёл спиной назад к церкви. Ноги подкашивались, а сознание в секунду помутилось. Снова крик. Ногу! Тут мальчишка больше не мог держаться. Всё ещё прикрывая рот, он двинулся прочь. Только пятки его сверкали, освещая тёмно-синюю ночь.